Доброе утро, народ! Какие же ночи тяжелые стали. Ужасно просто. Нет ничего лучше, чем сходить в душ с самого утра. Мне срочно нужно подстричься. Стриглась полтора месяца назад, уже волосы отросли. Перед поездкой, наверное, и себя, и Шайли, и Арию. Всех подстригу немножко. Кончики. Вот. У нас часечка кофе. Большая. Моя кружка с Икеей. 10 лет давности. Кто со мной на канале с самого начала, помните ее? Мы вышли на улицу. У нас так прохладно. Градусов 18. Несмотря на то, что я так одета. Ну да, там не так холодно. И я хочу уложить спать товарища. И да, я вас поняла. Вам не нравятся парфюмерные видео. Я вас поняла. Но я взрывом вам доделаю обзор на реплику. Уже начала, доделаю. Но доделаю в этом видео и в следующем. Я еще попробовала 5 запахов. И могу сказать, что один понравился наполовину. Сейчас расскажу. Все остальные нет. Вот. И сегодня у нас таки немножко с вами будут домашние дела. Немножко вам вдохновления от меня на уборочку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Более или менее. Разложила. Ария, Лени, Шайли. Здесь я сейчас пойду положу наше белье. И здесь у меня на переработку отдать детское. Моя кофта и Шайли. Ну, кофта старая. На переработку. На скит, русский там, разное. Все такое. Это то, что я купила на... Как это называется? На 11-11. В Кастро были скидки. Вот такие вот. Такая вот пара штанов. У, мне нужно все свитера. Срочно сложить. Вот такая вот пара штанов. По 10 шекелей выходила. По 10. Что типа того? Здрасте. Вот, смотрите. Я купила таких 3. 12-17. А выходила очень дешево. Это как раз самое то. Ма! Что еще? Все. Это в садик. Это выкинуть. Привет, принцесса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну что, давайте мы с вами поговорим про ароматы. Скай за мной ходит пятам. Я здесь, конечно, села на улицу, где строят дом. Если вы будете слышать бум-бум, трах-трах, узнайте. Так, ребенок, спи уже, достал немножко, вот честно, достал немножко, прям слов нет. Так, я попробовала, как сказала, пять ароматов. Уже давно достаточно нанесла. Некоторые из них уже достаточно выветрились. Но у меня сложилось первое впечатление. Давайте я вам расскажу. Так, значит, это мы пробовали вчера. Autumn Vibes. Окей. Следующий, следующий. Это Lazy Sunday Morning. Lazy Sunday Morning. Окей, Lazy Sunday Morning пахнет мне... Пахнет мне мылом. И я немножко себе вот этот Lazy Sunday Morning по-другому как-то представляла в голове, как он будет. Мне он пахнет просто мылом. Мылом с таких... С СССР, знаете, мыло, когда у него не было какого-то выраженного запаха хорошего и плохого. Вот именно был запах мыла. Вот так вот. Вот передается вот так вот. На коже раскрывается стойкость такая. Средняя, да. Но мне примерно это сейчас где-то, не знаю, два часа. Из этих двух часов где-то минут сорок я на улице. Ну, такая средняя стойкость чувствуется на руке, но не как-то очень сильно выражена. Это для меня большое нет. Потому что я не люблю мыльные запахи вообще-вообще-вообще. Следующее, что я нанесла, это Under the Lemon Tree. Под деревом лимона. Вот как вы себе это представляете, так это и пахнет. Оно пахнет лимонами, оно пахнет листьями лимона и раскрывается, как зеленый чай с лимоном. Вот так вот. У зеленого чая есть такое свойство пахнуть немножко так специфически, да. Немножко горьковато, кисловато. Ну, специфически. Вот так это и пахнет. И тоже стойкость такая. Средняя. Но запах приятный. Кто любит такой очень выраженный запах лимона, он иногда немного может напоминать какой-то туалетный спрей. Но здесь он в положительной консталляции, этот запах лимона. Но вот именно пахнет деревом лимонным, зеленым чаем. Дальше. Все вот эти желтые, мне их страшно пробовать было, потому что они все очень сильно со специями, да. Такие очень специфические запахи. Это у нас что? By the fireplace. А, вау. Слушайте, я не знала. Вау, я в шоке. Я не знала, как он называется. Я его попробовала и сказала себе, боже, это просто костер с пряностями. И это, вау, это by the fireplace. Вот как вы себе это представляете, только киньте в костер целую большую кучу пряностей всяких там, типа, боже мой, корицы, гвоздики и того подобного. Вот так это пахнет. Пряностями костром. Очень-очень точное описание. Вот просто они попали в точку. Абсолютно сладкий запах. У меня от него тошнит. Я сейчас вам расскажу и по секрету скажу, что я пойду средством для посуды его с себя смывать, потому что у меня от него очень сильно тошнит. Так, следующее. Следующее я попробовала. Вот этот. Это у нас bubble bath. Ну, вот этот пахнет тем же мылом. И, кстати, вот эти вот запахи, они очень едкие и очень стойкие. Прямо он такой самый сильный. И я их наносила по одному пшеку каждый на запястье, на внутреннюю часть локтя. И один нанесла просто на руку вот здесь, около пальцев. Так, мыльная, 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 боже, как мыльная ванна. Ну, вот оно и пахнет, знаете, вот этим вот, оно пахнет тоже мылом, но более приятным мылом. Более уже не СССРским, а более таким приятным, но все равно очень мыльный такой запах. Он более свежий, мыльный, не как вот этот вот Lazy Morning. Но, опять же, очень такой как бы, не хочу сказать дешевый, потому что они не пахнут дешевизной, но вот они пахнут мылом. Ну, вот тоже вот, ну, вот очень точное описание, да, вот я скажу, что в описании они, конечно, очень хорошо попадают. Вот очень пахнет мыльной, да, где вот оно, очень пахнет вот этот, вот этот вот мыльной ванной, но в очень таком, ну, не знаю, очень таком простом контексте, то есть не стоящий этих денег. И последнее, что я попробовала, это было вот это Jazz Club. У нас потом с вами останутся вот эти четыре, потому что какие-то два из них мне очень понравились вчера. Какие, я не помню, Jazz Club, вот этот вот. Вот это приятный запах. Он мне очень напоминает Hermes мужской. Если я найду, я оставлю здесь картинку, что я имею в виду. Он очень мужской запах. Он очень умеренно сладко, острый такой. Мне он просто ни с чем не ассоциируется, кроме как с вкусно пахнущим мужчиной. Когда, знаете, мужчины наносят какие-то на свитера какой-то хороший такой запах, и когда он сливается с этим свитером и с их кожей, вы там, не знаю, обнимаетесь, вот так вот это пахнет, хороший, вкусный мужчина. Действительно, хороший мужской запах. Я потом дам нетуру понюхать. Мне кажется, что ему понравится. Не женский, как по мне, совсем. Ну вот он такой, немножко древесины, немножко мускусный, немножко сладкий, немножко крепкий, немножко острый. Всего очень умеренно, и все это вместе дает, очень такую вкусную, хорошую гамму. Мужчина мой, спи уже. Вот. Этот вот запах, несмотря на то, что он темненький, и такой достаточно крепненький на мне, мне не хочется его с себя смывать, понимаете? Он не сладкий до тошноты, и он, то есть, вообще не сладкий, от него вообще не тошнит. Вот. Так что да. То есть у нас осталось на следующий раз, уже в другом видео, я вам расскажу про последние четыре. Ну вот, поняла. Отдельный обзор делать не буду больше. Так, ладно, Елена, ну как-то его уложить спать, этого ребенка. Понятия я не имею, как. Сменять сыру, пока он идет в столовую, нанесем давай руку. Духи, он нам скажет этот. Вот. Джаз, 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 джаз. Джаз, джаз. Ну, ладно, 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 ты что-то знаешь, что он знает. Если с вами все переносите. Он у вас шатух, как-то. Макова на шатух. Он не потех, по-губа. Ну, в день, он не потех. Ну, что-то не потех. Ну, что, Нецер понюхал этим. Этот джаз вообще как-то по-другому. Он сказал, что есть запах кожи, что есть запах сосны, древесины, что есть запах специй вот этих вот, он сказал, что гвоздика, да, не специи, как-то сказать, пряности гвоздика. И что запах достаточно плоский. Вот это то, что он сказал. Но я думаю, что плоскость, это он очень рано суть. Этот запах должен раскрыться. Ну, вот это таки его первое впечатление. В принципе, он сказал, что неплохой запах. Ну, вот он вернется через минут 20. Я у него спрошу, если что-то изменилось. Но, видите, каждый чувствует по-другому. Ну, если я так со стороны посмотрю, как он пререагировал на этот запах, то я скажу, что ему он не очень понравился. У меня тут не слезает с рук. Просто не слезает с рук. В общем, Нетер вернулся. Прошло полчаса. Что он мне сказал? Он мне сказал так, что он раскрылся на нем. Он сказал, что это пахнет немного табаком, немного маском, немного черной кожей. Он подметил, что это черная кожа. Ты знаешь, как пахнет черная кожа? Не коричневая, потому что коричневая переработанная. Он сказал, что для него это тяжелый запах, чересчур сильный, и ему он не очень нравится. И что он ему напоминает? Запах из прошлого. Типа он назвал это old school. Был такой запах в Израиле, азару, может быть, есть и в других странах. Он сказал, что это такой, ну, старческий, грубо говоря, запах для него. Вот так вот. Видите, как я его послушала, почувствовала, и как Нетер его воспринял. И, в общем, он сказал, что ему это не нравится, поэтому мы обратно засовываем это в упаковку. Все, на сегодня про запахи мы заканчиваем. У меня тут есть маленький человечек, который не хочет спать, хочет сидеть только на руках. И смотрит, 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 подглядывает, что я там делаю. Ну что, друзья мои, я думаю, что на сегодня я буду заканчивать свой монолог. Я, наконец-то, как-то уложила его спать. Посмотрим, насколько минут это хватит. Я вообще планировала на этой неделе сделать первый раз прямую трансляцию, но я понимаю, что я просто физически немножко затюканная, замученная, и я немножко, ну, морально для этого не свободна. Вот, поэтому я буду делать, но, наверное, в другое какое-нибудь время посмотрим. Или на следующей неделе, или через неделю. Ну, в общем, посмотрим. Не знаю. Я, конечно же, в сообществе на YouTube все-все сообщу, так что заглядывайте, смотрите. И если у вас есть какие-то вопросы, на какую тему вы хотите, прямую трансляцию, и в общем, вы знаете, что делать. Я просто засыпаю. Вы знаете, что делать, пишите в комментариях. Я буду с вами пришаться, мы с вами увидимся через пару дней. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok